здравствуйте мои дорогие друзья вчера я выложила видео о том как ухаживать за гипиаструбами чтобы они цвели долго чтобы получались вот такие вот роскошнейшие просто фантастические цветы но некоторые моменты я хочу расшифровать я просто на них внимание не заостряла еще раз о поливе первое поливать нужно только тогда когда луковица проснулась купили вы в магазине или вы посадили свой из сада вот она спит 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 и если из нее начала выходить стрелка цветочная или листья если как бы она вам хорошую оценку не поставила вот но если вы были отличником то выходит стрелка цветочная и вот как только этот клювик показался только тогда нужно начинать поливать и вот этот литр воды я говорила что поливать нужно сразу вода с удобрением я развожу в литре воды развожу вот это удобрение минеральная там лежит нервная ложечка это мир на ложечка в три раза меньше чайной ложечки вот литр воды вот это мирная ложечка удобрения и я сразу вот на эти семь штук израсходовала пол литра воды на семь гипиаструма пожалуйста не поймите что на один на один гипиаструм уходит где-то 100 грамм воды это первый полив и может показаться что это совсем мало потому что земля даже не станет влажной она станет какой-то какой была сухой такой и осталось и поливать нужно вокруг ни в коем случае не на луковицу не сверху на луковицу вода вообще не должна попадать это если случайно где-то как-то это не смертельно но стараться чтобы вода не попадала на луковицу ни в коем случае особенно в самом начале особенно в середину чтобы вода не попадала вот первый полив когда это луковица проснулась они когда она не подают никаких признаков жизни она спит ее поливать вообще не нужно просыпается она сама как клювик показался или листья показались вот тогда уже полив и начинается первый полив с удобрением вот так я рассказала потом это удобрение вот литр я развожу пол-литра расходу поливаю добавляю опять водой до литра и менее концентрированным раствором уже где-то дня через три опять пол-литра поле пролила добавила опять и вот так каждые три дня поливаю пока земля не станет влажной вот земля не должна быть мокрая ни в коем случае поливать нужно не чаще чем через три дня но это все индивидуально в зависимости от температуры воздуха в доме вот стоять он должен на самом светлом месте и самое главное не залить не перелить его вот получается что на одно растение первый полив это не больше ста грамм воды пол стакана вот так и то что в результате земля получится не влажно это ничего страшного вы еще польете через пару дней через два через три дня еще польете вот потому что да и удобрение вот что я не успела сказать и ради чего я сейчас все это объясняю удобрения только минеральная причем удобрения в котором меньше азота больше фосфора и фалия органические удобрения луковичные все не любят не только гипиаструмы но и все луковичные не любят органические удобрения если вы навозика там под тюльпаны или подлили куда-нибудь от души подбросите этим вы просто погубите цветы они погибнут луковичные только минеральные удобрения признают где много фосфора много калия и не очень много азота комплексных удобрений без азота практически не бывает но нужно искать такое удобрение где азот калий фосфор хотя бы в равных частях а если есть такое удобрение где азота например 15 процентов а фосфора 25 калия там 25 это супер это великолепнейшее удобрение и хорошо если там есть какие-то микроэлементы вот это прекрасно поэтому удобрение только минеральное где много фосфора калия и всяких микроэлементов мне с удобрением очень сильно повезло просто повезло что называют вот такие уточнения не сказала удобрение хотя по сути это даже и так вчерашнему видео мне очень захотелось вот и это очень трудно все нюансы рассказать потому что некоторые вещи могут показаться неважными их еще кстати довольно таки важно укрепить вот сейчас я палочки вот такие поставила а в прошлом году я обсадила это все луком какая же это была прелесть лук так прекрасно держит эти гиппиаструмы они не заваливаются они не падают никуда они же огромные и лук их очень хорошо держит и больше того лук помогает выпивать воду это такая прелесть то есть вам проще не залить потому что вот с этим растением одна и та же задача не залить они не любят перелив и еще раз не любят органические удобрения ни в случае никакой органики никаких там экспериментов вот поэтому вот я рассказала уже все что хотела всем удачи вот это сорт амадеус такой замечательный всем удачи здоровья и всего самого хорошего